На шестом оси Белорусским Народным Сходе Гомельскую область представят 310 человек. Среди делегатов представники практически всех профессий, депутаты Совета Розных Узровнев. Наши корреспонденты встретились с главным урачом областного шпиталя инвалидов войны Олегом Иванцовым. Працовный шлях медика Иванцова начался в 1989 году после закончения Гродинского мединститута. У Гомеля тогда установки такого профиля еще не было, но об тем, что учиться на хирурга пришлось именно в Гродно, Олег Анатольевич николи не шкодавал. Починал в больнице худкой медицинской допомоги, где пройшел шлях от звычайного урача до намесника головного урача. А пошли 12 годов узначаливая областный шпиталя инвалидов войны. Кажет, что сегодня изменять айчинную систему охоты здоровья потребы нема, але удосконаливать треба. Об этом, до речи, он меркует вести размову и на усебелорусским Народным Сходе. В Белоруссии очень мощные медицинские центры созданы в Минске. Они республиканского значения, конечно, они имеют очень весомый вклад в здравоохранение вносит. Наверное, нужно теперь рассматривать то, чтобы похожие центры, может не такой мощности, но какой-то такой насыщенности медицинской, создавать и в регионах, в областях, для того, чтобы и в регионах люди пользовались более современными технологиями. Когда в 2008 году Олег Иванцов узначали в шпиталь, то установа была больше подобная на санаторий. Во усиляком разе об серьезной лечебной допомозе размова тогда не шла. Миновата по его инициативе шпиталь стал областным центром медицинской реабилитации за делением сосудистой хирургии. По судности, назва «шпиталь» – это данина истории. Сегодня он – сушасная медицинская установа. Отделение очень востребовано. То есть у нас, в принципе, мы, можно сказать, даже монополисты, потому что у нас в нашем госпитале это считается реабилитационный центр областной. И по городу Гомель, Гомельской области, таких отделений больше нет. Поэтому к нам всегда мы востребованы. У нас даже иногда очередность возникает какая-то по госпитализации, потому что госпитализация плановая. То есть народу очень много, очень востребованы. Еще одна особливость областного шпиталя инвалидов войны – на явность Центра медико-социальной реабилитации инвалидов. 12 годов тому начинались перепрофиливания 10 ложков. Сегодня тут оказывается целый комплекс послуг. Это был первый подобный центр, створенный в Беларуси. Да, помочь человеку вернуться до життя после тяжкой травмы – не легкая задача. Але в шпитале я ее выращаюсь. При этом головный ураж Олег Иванцов, подрымливая усепропановы областного объединения спинальников. Это тоже очень важно, поскольку отдельно центров социальной реабилитации на сегодняшний день пока еще в республике нет. Поэтому, используя именно и поддержку госпиталя, мы вот эту услугу тоже там оказываем. Минулый год стал для областного шпиталя соправданным выпробованием на профессионализм. Починаючи с початку пандемии, тут проводили лечения хворых. Так званую «червоную зону» ликвидовали только на минулым тыдне. Анализующий ситуацию Олег Иванцов-Пиракананы, яна могла бы быть не такой складанной, коли б люди больше клопотились об уластном здоровье. У союзящим на усебелорусском народном сходе ян меркую обовязково огучить ответную пропанову. Проблема в том, что население, которое должно не только беречь себя, но и окружающих, к этому относится не совсем адекватно. То есть, зная, даже родители некоторые, дети, что ребенок немножко болеет, они отправляют его в школу, не дают маски, не одевают. То есть, это вот ситуация, когда нужно, наверное, принять в каком-то законодательном уровне постановление или решение, чтобы обязать людей заботиться не только о себе, но и окружающих. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Ялген Макеенко, Теллерадио, компания Гомель.